Всем привет дорогие друзья! Это новая серия на канале NitoOne. Меня зовут Андрей. Хочу сказать огромное спасибо, что вы смотрите меня и ставите лайки и подписываете. Это меня мотивирует. Помните я записывал видео про лайфхак и как проверить коробку при покупке? Оказывается я вас немножко обманул, но обманул я вас по незнанке, не убедившись в этом на 100%. А кто не видел видео про лайфхак и как сохранить коробку, оно вот здесь. Я вам сейчас расскажу маленькую предысторию и вы поймете о чем я говорю. В том видео я был уверен, что это выходит из строя клапан, но оказывается все не так просто. Пишет мне один знакомый и сообщает очень важную вещь. И я был после этого сильно удивлен. Он дал опровержение на мой лайфхак. И то что мне он сообщил, я сначала не поверил. Залез в интернет и начал искать, правда ли это или нет. Нашел. Нашел то, что это реально правда. Как так может сделать компания Nissan? Для чего делать такую функцию с завода? Я не понимаю, для чего. А кто не понял, я сейчас вам объясню в чем проблема. Вот смотрите, ребят, вы едете, никого не трогаете, наваливаете, слушаете музыку. Все отлично у вас, все замечательно. Но перед вами случается авария. Вы начинаете экстренно тормозить почти что до полной остановки. Но потом вам нужно ускориться. Если у вас есть место протиснуться куда-нибудь или вправо или влево, уйти от этой аварии, чтобы не впилиться в эти тачки, вы нажимаете на газ, но машина не едет. А знаете почему? Потому что в этом виновата компания Nissan. Она с завода предусмотрела эту функцию, которая при экстренном торможении отключает коробку передач. Это у Nissan огромный минус. Не знаю, как это работает. В интернете особо не написано об этом. Это есть. Я звонил в Тиана Клуб, мне подтвердили, да, это, говорят, минус этой всякой фигни. А потом, когда глушит, и все нормально, нормализовывается. Говорят, что конусы плохо сходятся, как бы не успевают. Ну, мне так кажется, это вообще не причина того, чтобы при экстренном торможении отрубать коробку передач. Компания Nissan просто позаботилась по ходу о коробке передач, а не о вашей жизни. Вот вы тормозите, тормозите и въезжаете в эту машину. Если бы я нажал на газ, я бы ушел бы. Ну, а машина, блин, не поехала. А почему? Кого винить компанию Nissan за то, что они такие придурки предусмотрели такую функцию? Я не знаю даже. Это огромный минус, имея в виду Тианы с коробкой вариатора. Огромный просто минус. Да, и вот из-за этого я вас обманул тогда, и мне очень стыдно. О, ребят, смотрите, олени идут. Ой, какие красавчики, а что только двое? Это маленькие оленята. А так у них тут перебежная дорожка, они тут всегда ходят. Мне просто вот реально одного непонятно, почему компания Nissan так поступила, так сделала с машины. Лучше, блин, коробку поменять. Да и машина целая останется, а не стоять в каком-нибудь боку другого автомобиля. Не знаю. Много есть претензий к вариатору, много есть фишек у вариатора. Ну, блин, это все мелочи по сравнению с тем, что отрубается коробка. Мое мнение, походу, что это тупо сохранить коробку передач при аварии, наверное, так. Потому что она там дорогая. Но сейчас, блин, контрактные коробки, вон, по полтиннику люди покупают. Плюс доработки там и установка, наверное, на рублей 70-80 выходит. В принципе, это недорого для коробки передач. Ну, это контракт, наверное, там будет с пробегом 70-100 тысяч километров. Просто я на компанию Nissan немножко огорчился. Они вообще там, получается, нас за людей не считают. А чтобы не пропустить самое интересное, то тебе нужно подписаться на канал, нажать колокольчик, поставить лайк, написать комментарий и отправить это видео своим друзьям. А я с вами прощаюсь. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok